Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1508. Событие дня. Евангелие от Яна 13.3. Вы называете меня Учителем и Господом и правильно говорите, ибо я точно то. За 28 января 2020 года. И обращение о помощи, старости, приобрести комбайн новый. Он обрабатывает землю. Это не для наживы, не обман. А что, никакого обмана нет? Вот я дальше показываю 4 ролика. Хозяйство, его жена, семья, все показано. Может, Господь пошлет такого человека. Пошли, Господи. Я вот так довольно быстро протягиваю текст. А вы текстом, курсором останавливайте. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 кто она такая это не озву как а придурки о каком-то ну вот что сказать день день прошел вот такой мой ответ на можно ли что-то к этому добавить не знаю мне кажется тут все сказано ее внешний вид как она говорит о чем говорит и таких считаю я чтобы муж прожил с ней хотя бы неделю не знаю она другое не может быть ей какие-то угрозы были нападения на нее почему она ни слова не говорит вот когда пишут где-то из лагеря я вот сижу там трудно как никогда не говорит скольким людям сделал зла жить не достоин а он начинает искать что где-то кто-то там какая-то сорок пятая за него замуж вышла прислали ему денег почифирить надо еще ну просто обман сплошной тут бы первым очень сказала я говорил о том нападение я могу сказать я говорю великих недостатков церкви искажение таинств священники бурлят а потом обращаются некоторые понятно о чем говорю на то меня вызывали когда писал письма центральный комитет партии вот сейчас он написал путину в государственную думу из государственной думы пришел ответ я заступился за свидетелей его вы что их гонят несправедливо и отняли у них там из зала царств здания красивые супер несправедливо потому что перед государственным законом и все одинаковые я не подыгрываю им просто ясно дело что несправедливо вот так тут больше не еще к этому добавить все на этом